Георгиевской палате. И когда нас, а там сто человек нас было, у меня есть эта фотография, значит, а я не рез вперёд, так сказать, потом небольшой орден получал, так сказать, орден трудового, то есть не трёх, а дружба народа, значит, оборачиваюсь, а про стенок там, значит, с времён, так сказать, постройки этого дворца заносились полные кавалеры Георгиевских орденов. Ну, офицеры, это были и кавалеры, это были ордена, скажем, полков, ордена, значит, кораблей, значит, орденских. И я глядываюсь, а там среди, значит, ну, смотрю, орденщик. О, боже мой, да я здесь не один, вот, получаю, так сказать, от самой награды. Ну, им тогда не здесь награды давали. Одного из орденщиковых, одного из, я почему об этом сейчас говорю, я не для этого, а расскажу там, почему. Одного из орденщиковых, значит, наградил, Шах Ирана наградил перстнем с алмазом за то, что он с ним договор заключил и договорился, что часть, значит, Кавказа отойдет России. Это было в 11-м году. До, в 1711 году. Значит, вот такой. Поэтому я горжусь своим, так сказать, своей фамилией. Ну, от того, что, может быть, я и, так сказать, ну, навряд ли. На самом-то деле, конечно, можно провести. Но что интересно получилось. Значит, Тертищевы были достаточно знаменитые. Знаменитые с XVI века. Когда Аслан Чалиби Мурзы, один из подвижников последнего хана Заладай-Рады, убежал оттуда, прислал предъясную очередь Дмитрия Донского. Дмитрий Донской уже к этому времени, значит, победил на Дону. Вот. То есть, там, в общем, короче говоря, и сказал, что я вот бросил там свой гарем. Я хочу жениться на Русской. Если, конечно, значит, князь, а тогда уже, правда, он был не князь, а, значит, уже часть иногда звался и, значит, царем, значит, Дмитрий, значит, он даст мне на дел, значит, уже я приму христианство, жениться меня на Русской, то я и мои потомки будут верно служить России. И так оно и получилось. Но что интересно, я так быстренько, так сказать, пробегну. Дело в том, что памятник одного из Ртищевых, вернее, один из Ртищевых стоит на памятнике тысячелетия России. Я говорил об этом. Ну вот. Так вот, значит, остальные все были в армии, там, воевали, так далее. Ну, так связи с тем, что воевали, а потом дочерей отдавали замуж, так сказать, и у них фамилии были и другие. Значит, труд все мельчал, мельчал, и в конечном итоге, ну, там, будем говорить, там, где-то в районе, так сказать, Тамбовской области, в Рязанской области были, так сказать, знаменитые, ну, значит, заседали там, то другое, но не были, не... Да, правда, один был противник, противник советской власти. Вот, если вы посмотрите картину, которая называется «Триес», там Ртищев, так сказать, один из Ртищевых, это участник вот этого самого общества, которое, так сказать, сделано было специально для... но он не знал об этом. Даже как я не знал, когда я снимал Хрущева. Вот, это тоже довольно интересная история, но это все впереди. Так вот, я к чему хочу сказать. Мы свою жизнь, я продолжу ту мысль, которую мы, значит, до этого начали, о том, что мы с нового листа начинали жизнь. Мы начинали жизнь с нового листа, я не могу найти книг, в которых записаны, значит, мои ближайшие прадед, прапрапрадед, прапрапрапрадед. Вот эти четыре, мы начинали жизнь, так сказать, что образовалось новое общество, и поэтому мы будем жить, так сказать, в России социалистической. Ничего подобного. Мы должны жить в России, она не обязательно социалистическая. Она должна быть социально направленной, это точно совершенно, потому что без этого мы жить не можем. Она, страна распадется и все прочее, так сказать, все будет плохо. Но она должна помнить свою историю, начиная с Олега и, будем говорить, его жены. А как ее звали, знаете? Ольга. Ольга, вот, слава Богу, знает историю. Вот, все понятно. Так вот, значит, а может быть даже и раньше. Есть, между прочим, сведения о том, что уже тогда существовала не просто письменность, а письменность на дощечках. Существует книга, по-моему, Беласова, если я ударение так неправильно сказал. И вот эта книга, ее видели, с нее сняли копии, эта книга существовала, она потеряна во время войны была. Вот, она в нескольких мешках на дощечках была написана, и там история россиян до принятия христианства. Может быть, поэтому она и была потеряна, потому что не были заинтересованы в ее хранении, так сказать, в этих самых, ну как, словом, куиграми, там и все прочее, в монастырях. Понимаете, она не в монастырях хранилась, она хранилась у частного лица очень долго. И вот, все это, но зато, в общем, то, что придумать ее просто трудно. Есть такая книга. Поэтому историю нужно знать, конечно, далеко-далеко, мало этого. Есть сведения о том, что во время он, так сказать, то есть во время, значит, а может быть, даже до него, во время Ивана Грозного, часть наших войск помогала этим басурманам Китай завоевывать. Они тогда, значит, в общем, много есть еще, много интересного. И вот я эту Родину пытаюсь, так сказать, ну, будем говорить, чтобы люди знали, и в том числе, почему я так долго с вами рассказываю. Хотя вы представляете, что у меня дел сейчас очень много. Но я вам много рассказываю не для того, чтобы куда-то там передали и так далее, а для того, чтобы вы сами поняли и рассказали своим детям, что такая Россия. И как ее нужно любить, и как нужно знать. Спасибо вам за внимание. И вам спасибо.